Здравствуйте, господин Левицкий. Мы с вами сегодня встретились в городе Тюмени. Хорошая погода, настоящая зима. Турнир по дзюдо, командный Европа против Азии. Ну, начнем сначала, наверное, не о турнире, а хочется с вами побеседовать о правилах, которые с 1 января немножко видоизменяются и вообще меняются достаточно часто, периодически. Вы, как судья, с большим опытом проведения соревнований, хотелось бы у вас узнать ваше мнение по поводу различных вот таких вот изменений и достаточно, может, резких правил. Спасибо за такую оценку меня, как судьи. Вот с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, которые касаются судейства. С 1 января 2014 года действительно вступают в силу на оставшийся период до Олимпийских игр некоторые разъяснения и уточнения в правилах. Кардинально правила, к счастью, не меняются, и мы продолжаем действовать в рамках тех правил, которые были в этом году год назад. Уточняются следующие позиции. И вообще, зачем все это делается? Делается это для того, чтобы дзюдо стало понятным не только тренеристого цвета, но и зрителям. Потому что зрелищность является одним из главных факторов, который влияет на привлечение новых юных спортсменов в наш любимый намерец. Это первое. Второе. Второе. Правила корректируются для того, чтобы сделать дзюдо отличным от других видов спортивной борьбы. Техника для непосвященного зрителя, когда он посещал северного зрителя по самбо, по дзюдо, по дзюдо, по дзюдо видам борьбы. Таких полезных отличий не специалист не ощущал. Итак, у нас задача сделать дзюдо с отличным, самостоятельным видом, занимающим сигналом, понятным, ярким, зрелищным условием. Вот основные факторы. Ну, так получается, что на самом деле сами правила, они в принципе меняются конкретно к проведению соревнований, касающихся, точнее, и проводимых под эгидой Международной Федерации дзюдо. Но есть же соревнования, которые проводятся среди детей, среди маленьких детей и так далее. Как вы думаете, все-таки вот такое обрезание техники дзюдо, в принципе, которая разнообразна для детей, приемлемо ли? Или все-таки для детей, вот пока они не вышли на уровень соревнований Международной Федерации дзюдо, оставить правила, которые были там еще 10 лет назад? Что касается детей, круг разрешенных технических действий у взрослых сокращается, да. У детей этот круг сокращается еще больше. Но почему этот круг сокращается? Только для обеспечения безопасности ребенка, для сохранения его здоровья. Потому что костно-мышечная система, нервно-мышечный аппарат, мобильная психика, все это у ребенка находится в таком очень, знаете, состоянии, на котором нужно обращать очень пристальное внимание. Поэтому если мы разрешим такую же кислоту возрослых отрицательств, я думаю, что количество травм может возрасти, а это, опять же, отрицательно повлияет на популярность нашего вида и на приток вот этих юных спортсменов, которые стремятся заниматься именно дзюдо. Но вы можете согласиться с тем мнением, что все-таки дзюдо, которое было придумано в Дзюгора Кана, значительно отличается от дзюдо, который на сегодняшний день? И это уже даже не дзюдо, как в Кадакан дзюдо, а это все-таки уже, может, как IJF дзюдо? Абсолютно с вами согласен, но с ним предложил. Я думаю, если бы величий Тегур Кан увидел тот соревновательный обманник, в котором существует уже, я бы, можно сказать, в 1970-м году, он бы крайне удивился, что он занял эту виду, что оно, то название, которое дзюдо абсолютно для другого рода дзюдо. Это абсолютно другое дело. Но, тем не менее, принцип, который заложил великий Дзюгора Кана, значит, они все-таки являются осознаваловающими и для того, чтобы он был автоматом, в котором мы действуем. Но разница принципиально присутствует. Ну вот, смотрите, в связи с последние, может быть, 8 лет такими глобальными изменениями правил техники, я имею в виду, использования дзюдо на соревнованиях Международной Федерации дзюдо, насколько это, вот так, как работать тренером, которые готовят таких вот, ну, спортсменов, кто работает с детьми, все-таки так урезан большой пласт технических действий, да? Много технических действий, которые есть в дзюдо, они просто невозможные, исполнимые. Если их не учить из детского возраста, то уже в зрелом возрасте, мне кажется, тяжело давать это. Как работать тренеру, на ваш взгляд? Значит, разумность в том, что вы говорите, присутствует абсолютно. Я полагаю, значит, мы имеем соревновательный формат разрешенных действий для детей в урезанном виде. Ребенок вырастает архивыстро. Понимаете, значит, ну, допустим, если мы начинаем детей выставлять на соревнованиях, скажем, с 12-летнего возраста, что правильно, потому что у нас есть случаи, когда даже и 10-летние дети начинают соревноваться, и мы думаем, что это не самый верный и правильный ход. Допустим, с 12-летнего. У нас исправлено, значит, для детей в 12 лет, плюс 2 года, затем в новый год, плюс 2 года. Этот длин пролетает мгновенно. Человек за 2 года, тем более маленький, он не может автоматически выработать такой навык, который впоследствии покреплен, что как-то вступит в следующую возрастную группу, и ему надо будет сделать что-то другое, чтобы не отсвоить этих действий. Я думаю, что если бы, значит, мы заставляли детей тренироваться 10 лет в этих рамках, потом, значит, резко выучили, а теперь можно делать вот то-то и то-то, потому что человек уже не переустроится. А для детей, я думаю, что 3 года, это не тот срок, когда выработается тот навык, который, значит, уже, так сказать, закреплен на веки лично, и ничего нового выучить нельзя. А вот сейчас хочется дзюдо к детскому перейти. Скажите, не секрет, что многие тренера своих воспитанников, буквально, там, прозанимавшись, там, пару месяцев, уже начинают выставлять на соревнованиях. Плюс совсем с самого раннего длинного возраста уже пытаются их выставлять на соревнованиях. На ваш взгляд, с точки зрения педагогики, правильно ли это? Ну, это категорически неверно. Конечно, это вредно. Это вредно как для ребенка, у которого может быть несена как физическая, так как психическая травма, как в связи у проигрыша, понимаете. Это вредно для тренера, который, получив какой-то сиюминутный результат, будет подчевать какое-то время на лаврах, потому что, значит, это все на момент коробки. И это, конечно, значит, вредно, с точки зрения этого вектора развития системности, когда нужно ребенку. На ваш взгляд, с какого возраста можно уже начинать изучать дзюдо, с детьми, и самый оптимальный возраст, когда уже можно говорить со своим воспитанником о спорте высоких достижений. Ну, это все индивидуально. Я вам скажу, что сейчас идет поддержка омоложения возраста, в котором начинают приобщение маленьких детей. Возможно, это называется не как дзюдо, а здравительная дробка с элементами дзюдо. В первую очередь нужно укрепить здоровье человека, развить его физическую качельку, а только потом наслаивать на этой технике, которую он будет реализовывать в духовничестве и в силовом противоборстве. Существуют нормативные документы. Да, сейчас вышел в федеральный стандарт, когда тут не слышно, дзюдо. Там все чуть попрописано, с какого возраста можно начинать. Речь именно от дзюдо. С моей точки зрения, соревноваться, наверное, следует начинать с 12 лет. Нет, а говорить со своим учеником о спорте высших достижений, потому что, понятно, соревнования детские, они отличаются, а именно вот, как вы думаете, все-таки это... Разговоры вести можно в любом возрасте. А начинать подготовку? Я думаю, что, наверное, когда человек приходит заниматься, обычно маленькие дети приводят их к родителям, все-таки 5-6 лет, 7-8 лет, он, наверное, сам бы вряд ли придет, его приведут за руку мама или папа, у которых может быть действительно, кто-то в голове, и смотрев, что, значит, ребенок не только оздоровится, не только, значит, окрепит, но и где-то, значит, у нас такой стать, типа, о, великим дзюдоистом. Вот. Я думаю, что, ну, аккуратненько можно вести такие разговоры, но если не ставить на углу, потому что, как вы понимаете, чемпионами олимпийского и мира просто заниматься единицей, это избранный пункт. Вот. А когда мы человека начинаем устраивать достижения какого-то большого результата, а у него ничего не получается, это цикление может быть самым. Заставить упустить его руки, клюнуть, не знаю, на дело, перестать заниматься. И хочется в продолжение как бы перейти плавно в такой категории, как категории мастер или ветераны называют. На ваш взгляд, есть ли, можно ли провести параллель между детским дзюдо, где главная задача – это сохранение и полномерное укрепление здоровья ребенка, и поставить знак «равно» между ветеранами. Хотя многие ветераны сейчас активно участвуют в соревнованиях. Как вы относитесь к этому? Не повлияет ли активная вот такая соревновательная деятельность на здоровье ветеранов, которые когда-то занимались, потом прекратили и сейчас активно начинают опять заниматься? Как это на ваш взгляд? Вопрос мер, как в любом деле. Значит, ставить ли знак прямо с местом старым, что почему-то нечетно с активностью. Это выражение, наверное, неправильное. Ибо ветеранские движения – это есть продолжение спортивной жизни человека, который уже прошел огромный серьезный путь. И так просто от этого начинается, что это не так, что урода наркотик, когда уже тебя тянет в зал, тебя тянет встать в парусе с твоим большим партнером, большим соперником, вспомнить опытность. Но вы понимаете, что это может быть чревато, потому что многие перевалили свой вес, который был в юные годы и сейчас. Это верно. Я еще раз говорю, это вопрос меры. И правильная подготовка. Если сперва наши соревнования с Ираном превращались в такой фестиваль, встречу старых боевых друзей, когда никто не готовился, а просто приезжал где-то на одну-две встречи, и действительно все это плачевное заканчивалось, то теперь ведется, значит, системная длительная подготовка с разумными людьми, которые прежде чем принять участие в этих соревнованиях, которые готовятся и режимят. Очень ответственно, когда подходит к этому делу, времена поменяются. И это очень интересно. Радует. Радует водопроза плачет. Вы приехали на турнир Европы против Азии. Ну и, конечно же, вопрос. За кого больше будете переживать? За какую часть света? Вы знаете, значит, я смотрю как-то вот формат новый, который, я думаю, будет видеть ваше будущее. И, по-моему, все-таки, вы видите такие спортивно-купуляризирующие вот староды. То есть это акция такая фестивальная все-таки. Вот, и мне хочется четко посмотреть красивого парня. Вот, потому что спортивный результат, победят ли европейцы, победят ли азиаты. Тут, я думаю, никто не должен ни разорваться, ни расстаться. Это не выяснение отношений на Гамбургский счет. У меня есть такое, как бы, высказание, что вот я, допустим, смотрю любые соревнования по дзюдо, как некий театр. Как вот, прихожу в театр, для меня важна не столько победа белых или красных, сколько красочные выступления участников соревнований. Вы поддерживаете, моя точка зрения, что все-таки, когда мы видим красивую борьбу, это более интересно, чем просто банальная победа белого или синего дзюдоиста? Конечно, я вам даже больше скажу, ведь можно проиграть, но проиграть настолько достойно, что можно уйти под дзюдо, то есть, как зрители. А можно выиграть, но выиграть настолько плачевно? Значит, вот есть такое вражение, потому что нужно проигрывать так достойно, что победитель будет безумно стыдно за свою победу. Ну, на этой ноте мы закончим наш разговор. Спасибо большое. Успехов вам. Спасибо. Спасибо.